Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком, биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиаций, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуалайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения стероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бесщадских лесах. Бесщады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. И с каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Частота, а также интенсивность головной боли при мигрене могут парализовать нашу жизнь. Пижма девича, которая в частности находится в препарате про мигрень, в свое время называлась эспирином средневековья. Скажите, а как остальные компоненты помогают лечить этот недуг? Ключевую роль здесь играет радиола розовая, ведь она влияет на эндокринную систему и наши гормоны, так и на обмен веществ в организме, снимая нервное напряжение. Мигрень — это тяжелое заболевание, которое начинается со света и звукобоязни. Если успеть предотвратить нервное напряжение, принимая данную биодобавку даже в большей дозе, то светобоязнь сразу же пройдет, а боль уменьшится. Тогда включается пижма девичья и начинает действовать как биологически активное вещество и устраняет боль неизвестного происхождения. Некоторые, возможно, удивятся, что фармацевтическая промышленность охарактеризовала пижму как активно действующее растение и внесла ее в список лекарственных средств. Промигрен не только помогает от головных болей при мигрене, но также может избавить от постоянных болей в принципе. Часто боли, имитирующие мигрень, либо указывающие на это заболевание, появляются тогда, когда человек пьет недостаточное количество воды. Все потому, что организму для метаполических процессов нужен растворитель. Возьмем, например, синтез инсулина. Это жизненно важный процесс, где мы имеем дело с энергетическим материалом, который сначала должен позаботиться об оптимальной температуре тела, а потом о наших внутренних органах. И если мы пьем недостаточно воды, то организм одалживает ее у спинномозговой жидкости, в которой содержится всего-то пол-литра воды. И тогда самая нижняя оболочка мозга, называемая паутиной, начинает касаться нервных окончаний. Возникает такая же самая боль, как при мигрении. И люди начинают лечиться от этой болезни. А на самом деле просто должны регулярно пить. Как минимум полтора литра чистой воды в день, не считая супа и чая. Только никогда не пейте ее залпами в больших количествах, исключительно маленькими глотками. Вода, лучше всего структурированная, может быть самой обычной из пластиковой бутылки. Но нужно заранее перелить ее в стеклянную посуду, так как стекло позволяет ускорить ионизацию, а все ионизированные отходы вода связывает и выводит через почки. Если это не происходит, тогда данные вещества откладываются в наших жировых тканях и начинают активироваться, когда мы голодны. Это очень опасно, так как приводит к усилению некоторых симптомов. В этом моменте вода вяже и через нерки усуга. Если этого не докона, то тогда кумурует себя в нашей тканце тушечной. И в моменте, когда мы голодны, начинает себя уактивничать. Это такой момент очень опасный, потому что тогда насиливают какие-то дополнительные симптомы, потому что уактивировались тревожные симптомы, которые были в организме. Я вспомню еще раз, что это все адаптогенные действия. Но злотень и маруна в светле обычного окрещения уже до них не будет залечены. И все, что новое должно быть повстать в опарте о злотень и маруне, должно быть уже тестировано нормально, клинично. А скажите, пожалуйста, доктор, если у кого-то есть проблемы с болями при мигрени, может ли он принимать про мигрень в профилактических целях? Я сторонник употребления препарата в случае необходимости. Ведь каждый день у нас голова не болит. Вообще, это циклические изменения, которые могут зависеть от фазы Луны или, например, от резкого перепада давления. Чувствуя напряжение в такие моменты, можно выпить три капсулы. На следующий день еще три. В следующие дни принимать по две, пока не дойдете до одной капсулы и боль не успокоится окончательно. Обычно на это уходит около недели. Нет смысла принимать биологически активную добавку, когда она вам не нужна. Хотя избыток препарата без проблем усвоится организмом, но лучше оставить этот БАТ на момент, когда он действительно будет нужен, и не глотать обезболивающие таблетки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова